Здравствуйте, дорогие телезрители канала Афонтова и мои любимые подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема капуста, и вы уже поняли почему. Капуста была посеяна до 10 апреля, в первой декаде. Рассада выросла великолепная. Сейчас еще только август, середина его, и у нее еще масса времени, чтобы сформировать уже вилки такие, какие надо. Но это касается белокочанной. Она-то хороша, а эта-то, вот эта пирамида, это самая вкусная из цветных капуст. Самая лучшая, ее вкусовые качества просто суперские. Но эти капусты, все цветные, белые, фиолетовые, брокколи там, зеленые любые, и пирамида, они не терпят солнца. Эта капуста вся пошла в цвет. Что я сейчас сделаю? А догадайтесь трех раз. Видите? Я постараюсь убрать ей ее цветущие вилки. Естественно, я их выкину. Честно. Посмотрите, что делается. Это просто что-то невероятное. И хочу вам сказать, что не все капусты, конечно, себя так ведут. Все белокочанные, то есть образующие вилок, им нужно солнце. И краснокочанная, и белокочанная, им нужно солнце. Но это ведь не одно и то же. Это ж разные виды капуст. Посмотрите, вот капуста чудесная. Это одна из моих любимых. Зеленая вершина. Посмотрите. Есть еще с названиями зеленый дракон, но это именно зеленая вершина. У нее очень плотный конусовидный вилок. Она готова к съему. Уже была, наверное, недели две назад. Но поскольку есть некому, вот она стоит бедняга. Как бы тоже не зацвела. Капуста совойская. Кудрявые листья, вот такие гофрированные. И это говорит о том, что это совойский вид капусты. Кстати, называется она, ее название, Надежда. Она должна была быть посеяна не в первой декаде апреля, а в последней декаде марта. Она не успевает. У нее еще нет вилка. Он еще вот такой только. А у нас август, это осень. У нас нет осени такой длинной, такой прямо теплой, без дождей. Вот и результат. Посмотрите на это чудище. Видите? Видите, какие сопли, да? Ужас. Это просто ужасное что-то. Вот это все называется сосудистый бактериоз. И развивается он от излишнего количества влаги. И я вам очень рекомендую внимательно следить за тем, чтобы лишней влаги на капусте не было. Поскольку дожди у нас идут беспрестанно, естественно, полили, дождь пошел. А елки-палки что делать? Через три дня высохло, мы опять полили. Нет. Когда капуста завязала вилок, полив сокращается до минимального. Вы можете подрыхлить, вы можете, господи ты, боже мой, вообще не поливать ее. Она без вас это сделает. Можно, конечно, в течение, когда вилочек только завивается, можно в течение пары недель лить ей на голову холодную воду. И то при условии, что дождь-то каждый день не льет. А сейчас поливка капусты, когда вы из шланга стоите и поливаете, она ей вот, она вся такая будет. Никакого другого результата просто не предвидится. Видите, что делается? Этот вилок надо срезать, чистить и отправлять на еду. Ну, он ничего так, конечно, но учитывая, что это поздний сорт капусты, видите, какие листья у нее синеватые, сизые, я бы сказала. Это говорит о том, что это поздний сорт капусты. Ей еще очень долго изнутри уплотнять себя. И обратите внимание, листья с капусты не удаляются. Только нижние, которые сами отвалились. Их нельзя держать вечно, те, которые отвалились. Они обязательно загниют, они обязательно капусте принесут беду. Ну, я надеюсь, что вы меня услышали, да? И запомните, капуста, вилки капусты. Поздно осенью, можно убрать листья. Поздно осенью, это когда уже, знаете, ни ночью, ни днем не очень тепло. Это плюс 3 градуса, плюс 5 градусов, это максимум. Капуста изнутри себя уплотняет, листики в середине завязываются. И вы должны дать капусте попасть под заморозок, хороший заморозок. Только тогда она будет сладкая и сочная. Ну, на этом закончу, а то я бесконечно буду ругаться.